Итак, всем привет, подписчики. Сегодня мы будем, конечно, смотреть этот жесточайший мульт, то есть украинская. Посмотрим на этих идиотов украинцев, как они будут над нами насмехаться над русскими, конечно. Всё, смотрим. Ты безголовчинка, делай это точно как на картинке. Видишь, ты должен стоять с другой стороны. Так с другой стороны неудобно. Заруби себя на носу. Пробно таскать. Это тебе нелиповые отчёты по экономике перекладывать. Товарищ председатель, разрешите доложить. Нами пресечена попытка пресечения нашей храницы диверсантами. Какие ещё диверсанты? Это что, полк Калиновского на бандеромобилях в наш колхоз прорывался? Слава богу, пока ещё не они. Не знаю, что у Калиновского на бандеромобиле обнаружены два пиндосовских шпиона. Всего? И что, их допросили? Да, они притворяются путешественниками во времени. А ну, введи их сюда. Сейчас мы во всём разберёмся. Отпустите нас, это ошибка. Мы не хотели попасть в 1917 год, а попали к вам. Видимо, портовой компьютер перепутал разруху в вашем колхозе с революционной разрухой и забросил нас не туда. Мы не шпионы. Мы путешественники во времени. Вот, слышите? Эти гады натуральные шпионы. Машина времени – это же хруппа известного российского иноагента Макаревича. Макаревича. Ну-ну, разберёмся. Значит так, этих шпионов под замок. Потом решим, что с ними делать. Стоять, стоять. Можешь спросить? Украинцы что? Того, что ли? Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Да нет. Откуда вот это вот? И почему над белорусами всё время насмехаются? Ну ладно, колхоз у них. Чё, коленка сзади? Да-да, вот они. Вот они идиоты, точно говорю. Вот, они, у них художники такие. Всё, смотрим. Слушаюсь, а куда Бандеромобиль? Бандеромобиль, как рисковать? В хозяйстве проходить? Товарищ председатель, есть рационализаторское предложение, как нам использовать машину времени. Тем более, у нас дыра в бюджете. И как же? Нужно слетать назад в девяностые и наменять там зайчиков на доллары по тогдашнему выгодному курсу. Тогда вы сможете себе ещё сколько угодно резиденции настроить. И даже на пассивную хватит. Ну вот можешь, обезголовчинка, когда захочешь. Главный по проведению ленинского субботника на проводе. Здравствуйте, Шура. Ой, что над Путиным того, что ли? Поздравляю тебя с днём рождения Ильича. Не с чем поздравлять, Шура. Именно в Ленине корень всех наших проблем. Ты хочешь сказать, что это из-за Ленина в России сплошная разруха? Разруха, Шура, не проблема. Проблема Украина. А Ленин тут при чём? Так ведь именно Ленин на нашу голову в 1917 году придумал Украину. И что? А то, что именно в этом ленинском решении корень всех наших сегодняшних проблем. И я даже склоняюсь к мысли, что он действительно германский шпион. И это из-за него меня мучают ночные кошмары. Какие кошмары? Представляете, каждую ночь мне снится, что к Ленину приходит Петлюра и говорит, Крым наш. А Ленин что? А Ленин на это и отвечает. Да забегайте, батенька. Откуда Ленин? Так что мы с... Он тело ложу. Не, смотри, смотри, вот я Петлюра знаю. Этот придурочный тоже самое был, украинец. Только он не совсем этот был, ну, военачальник. Он бандит натуральный был. А, во-первых, Крым российский, он всегда был. Это всего что-то подарили. И насчет того, что Ленину придумал Украину, на самом деле, Украины, вот и вообще не было никогда. Вот и никогда не было. Все дальше. Крым, шапку, давай метнемся на сто лет назад и убедим Ильича придумать не Украину, а что-нибудь полезное. Что, например? Например, уладить для нас с тобой вопрос с Гагой. Пахнет делом уголовным. Срок в Гаге неусловный. Но... Мне только смерть уже выгодит. Нам же все равно. О-о-о-о-о... Хоть мы неприкосновены. Да я, 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 я не понял, это что такое? Че, как-то крайне, что ли? У него наш калаш, что ли тут? Нифига, Путин заряженный. Угрожают откровенно нам. Ведь мы же заодно. А как он переместился? Да у меня один вопрос. Да, точно. Вот точно, Байден идиот. Ну реально он идиот. У него даже сынных команд. Хочу вообще не говорить мне надо. Все ж наоборот. Как весело, Байден идиот. Все нам с рук сойдет. Наши пронзут. Кто плюет это? Калашникова. И чудо нас спасет. Это вот самолет или все? Это бункер такой, это бункер. А там какой-то рейхот. Это бункер такой. А вдруг не повезет. Вот идиоты эти украинцы, во-первых. Зачем такого вот изобразили Путина, но что у него двинные ухи, он что, эльф что ли? Идиоты, точно. Ух, червана ждет! Пустят нас в расход. Нет, чудо не спасет! А как у них дверь открыли? Это специально дверь. Так что у нас будет у нас с тобой только один. Надо отправляться к Ленину и там на месте оговариваться и об Украине, и о решении хаахского вопроса. Ой, вы что мечтатель, чтобы отправить... И вот насчет того, что он германский шпион. И раньше со шпионами не церемонились, но их сразу... Нет, вы нас от будущего издеваетесь. Да ну, неужели сами изобрели? Или, как всегда, где-то украли? Ну, почему сразу украли? Законно конфисковали у двух пиндосовских шпионов. Они как раз в 1917 год намыливались. И как ею управлять? А фиг не узнает. Сейчас привезти шпионов. Ну что, оболтусы, колитесь. Как это штуковина фурычит? Очень просто. Вот тут на табло вводишь дату и летишь во времени. Отлично. Давайте, заводите свою шарманку. Летим прямо в 1917 год. Пока Ленин не придумал Украину, отговорим его. А Ленин ж нас послушает? Конечно, послушает. Мы наденем зипуны и лапти и придем к нему, как ходоки. Ленин любил выслушивать ходоков. То есть мы с тобой, Вован, будем выглядеть как бомжи? А мы и есть бомжи. Живем то в одной элитной резиденции, то в другой. Так что, ехать будете или как? Ты, гражданин шпион, поменьше задавай вопросы. А лучше садись за руль и заводи свою шарманку. Какой он мысли с первым? Там только вдвоем можно в Ленину было уместиться и все. Или втроем там там уже девка была. Тюрьма народов. Определенно тюрьма народов. Прямо не знаю, что делать. Что с Ленином? И со Сталином черт. А я тоже очень что-то. Троцкий. Преобразуем эту тюрьму в большой социалистический лагерь. Ничего нельзя преобразовывать. Надо разрушить старый мир до основания. Когда я слышу эти ваши слова, товарищ Троцкий, то моя рука невольно тянется к ледорубу. Товарищ Ленин, к вам ходоки из национальных окраин. Ходоки, говорите, выглашайте. Здравствуйте, товарищ Ленин. Привет, Ильич. Давно не виделись. А мы уже встречались? Да, последний раз я тебя в Мавзовее видел. Ты там лежал вечно живой. Обожаю ходоков. У меня вся надежда на них. С их помощью на обломках тюрьмы народов мы создадим советские республики. Вот и ходоки, я вижу, не против. Особенно этот, с краю. По росту, видимо, малорос. Не беспокойтесь, голубчик. Будет ваша Малороссия, то есть Украина, в нашем советском лагере, то есть Союзе. Дело в том, Владимир Ильич, что вы замышляете самую большую геополитическую катастрофу века. И какую же? Вы собираетесь создать Украину. Не делайте этого. Вы, патенька мой, со своим крестьянским умом в политику не лезьте. Вам еще учиться, учиться и еще раз учиться. Причем тут крестьянский ум? Я, к вашему сведению, подполковник КГБ. Ты это слышал, Коба? Уже подполковники в ходоки лезут. Как ты думаешь, Коба, не устрелять ли нам этих кавыриков? Ой-ой-ой. Да вы что? Я же за единую Россию. Па, он еще и маховый черносотенец. Сразу видно, что это недобитые офицеришки царской охранки. Мне на ум пришла ахи важная идея. А не расстрелять ли нам вообще всех бывших офицеров разом? Гениально, товарищ Ленин. Расстреляем каждого золотопогодника. В машину, быстро. Чуть было мы с вами не попали, Шура. Может, это шпионы чего-то портажили? Нет, мы прилетели ровненько в 1917 год. В разгар, как говорится, революции. Вот именно, что в разгар. А нам нужно попасть в мирное время. А мирное... Можно спросить, а почему Сталина Кобу теперь зовут? Его, во-первых, не так звали. Во-первых, у него имя было. Иосиф. Время в России когда-нибудь было? Я читал, что после революции Ленин очень любил ребятишек, яблочную кожуру и бровна. Причем? Не, ну а что детишек это да, он любил? Ильич организовал субботники. Точно. Я думаю, что как раз на субботнике он эту чертову Украину и придумал. Так что полетели на субботник. Только ты, Вован, в лоб ему про Украину не пали, как в прошлый раз. Попробуй хитрее. Может, получится убедить его, что вместо Украины можно придумать что-нибудь другое. Например, что? Ну, гулаг, например. Так гулаг же потом Сталин и так придумал. Так от чего тянуть? Скажи ему свое любимое. Времени для раскачки нет. А ну, давайте, Шура, попробуй. Времени для раскачки нет. Вперед, прышло я. Он на маленьке сошел. Нету сзади, сзади. Что же он взял? Во-первых, в фильме не было сзади. Здравствуйте, Владимир Ильич. Ну что, голубчики, раз-два, взяли. Только учтите. Вы несете, а я только сбоку поддерживаю. Мы к тебе по другому вопросу. У нас к вам рационализаторское предложение. А не придумать ли нам главное управление лагерей? Гулаг. Чтобы было кому тягать бревна и заодно валить лес. Так у нас же уже есть соловки. Ну, на соловках они у вас бездельничают, то есть перковываются. А в гулаге они будут работать на благородины. Дельное предложение. Выгодное. Я, как известно, хозяйственник крепкий. Я в своем колхозе всех вон как в кулаке держу. Сдается мне, что вы, батенька, кулачок. Как думаешь, товарищ кома? Понял. Сейчас раскулачиваем. Замечательно. Как он вы их поднял? В гулаг непременно в гулаг. Заводи мотор, линяем назад. Как они в мирную, реально? Да, реально. Что, снова прокол? Да, оказывается, эти мирные времена не такие уж и мирные, прямо как у меня в колхозе. Кругом одна контра зашилась. У меня тоже с контрой, с иноагентами, не все гладко. Гадят в своих телеграммах, а потом прячутся. Никак взять не можем. Надо вам брать пример с Ленина. Он с этими телеграммами не церемонился, а взял в первую очередь вместе с почтой, телеграфом и телефоном. Я вообще предлагаю потолковать с Лениным где-нибудь в уединенном месте. Может, там нам повезет, и я его уговорю насчет Украины. И где ты с ним будешь говорить? В Швейцарии, когда он еще беглым экстремистом был? Нет. О, в разливе. Помнится, он там в 1917-м в шалаше один куковал. Точно. Поговорим с ним, как говорится, без свидетелей. Граждане-шпионы, летим в разлив. А зачем Ленин будет один? Вот тут. И трапка этот, Полиханов. Видите ли, интеллигенция у него это мозг нации. И интеллигенция не мозг, а говно. Гениальная мысль. Так и запишем. Интеллигенция говно. О, Владимир Ильич, вот вы где. Ох, насилу вас отыскали. Мы, ваши потомки из будущего, исследуем вашим заветам. А я вот из последнего только что еще гениальный завет накопал. Интеллигенция это не мозг, а говно. Каково? Так. Только у него сейчас звезда. Не понял. Посмотри, не асеная ваша шляпа. Сейчас, что ли? Да. Мы, ваши... Шляпа поменялась. Да на голове у него вот здесь вот где зеленый вот, видишь? Вот там. Потомки из будущего, исследуем вашим заветам. А я вот из последнего только что еще гениальный завет накопал. Интеллигенция это не мозг, а говно. А этот завет мы вообще свято чтим. Мы создали в стране такие условия, что у нас эта интеллигенция до сих пор из говна не вылазит. И с чем вы ко мне пожаловали? Мы к вам с тревожным сообщением. В Киеве поднимает голову Центральная Рада, будоражит местное крестьянство, чтобы вообще от России отделиться, чтобы хлебом ни с кем не делиться. И что вы предлагаете? Предлагаем забрать у них хлеб превентивно. Вот я вижу, что вы Трудового народа. Сейчас я вам покажу, что такое революционная экспроприация. Охрана! Прожить! Во-первых, но он этот краснофлотец стрелял в них. так они должны были попасть пули во первых от пульня увернешься это раз это фильмах вот увернешься вот в реальность невозможно увернуться украинцы украинцы вообще идиоты какие иван грозный Пишу царский указ Аз есим царь Иван Васильевич Повелеваю посадить еретика Алексашку Подвального Накал У меня шоки Иван грозный шоки Что ты делаешь? Да он рот открыл Демоны Видно далеко у нас В будущее унесло С чего это ты взял? Что это будущее? По-моему это прошлое Да нет, будущее Видишь и интерьерчик в моем дворце подправили И трону не стоит Стоять во-первых дворец у него есть Да Но он там вообще-то просто разговаривает Ну С другими Ну Как объяснить министром его Президент Да-да Вот Тебе покажу Твой трон Пес смердячий Ух ты Это ж Иван Грозный А чё так догадали что ли? Вы чьих будете? Что значит чьих? Я между прочим Тоже государь всероссийский В рот стервец Сидзиньпини вы мы А в палатах царских что тырите? Мы не тырим Мы выясняем кто придумал Украину Ведь при вас её же ещё нет Как это нет? Который год Украину воюем А взять никак не можем Ну вот А ты вам отговорил что Украину Ленин на субботнике придумал На субботнике? Так вы что еретики погадые Субботничеством промышляете? Писарь Я здесь государь Пиши новый указ Посадить этих холопов сидзиньпинилых За субботническую ересь Накал Меня нельзя Накал Я же обнулённый Вот этим нулём тебя Накал и посадим И стоять Во-первых Украины никогда не было Во-первых она только сформироваться Начала в девятнадцатом веке Во-первых это наверное пятнадцатый или шестнадцатый А её тогда нету Запорожские казаки это те же самые русские Украинцы это русские Не дрейь, Вован Я сейчас с этим Грозным договорусь Товарищ Грозный Позволь внести рационализаторское предложение Ну вещай смерть Неправильно ты подходишь к вопросу пыток и казней Всё миндальничаешь А как надо А я сейчас тебе все пытки По полочкам разложу В истории полно царей и королей Жестокостью там все отличаются Ну мы их превзойдём Мы станем всех страшней Работаем над этим Стараемся Европа Пусть страхи слёзы льёт Векштадь Мы растёмся в дед Пускай ракеты рвутся Бомбу щас кинем Пусть страхи слёзы льёт Он вообще у нас реалитательный Ай Откуда? Господи милосердный Но вы оба и маньяки Стража Атомная бомба Садова четвертовача А можно спросить А откуда у него атомная бомба с тобой? Хана пятнадцатого века Ой, господи Надо было поставить их к стенам Но ещё и жесточайшие кидала В общем Высказываю своё мнение Твой канал Ладно Вот студия Соника Вот эта русская Ой, украинская Вот это даже доказательство Вот это вот есть Вот в углу Там ещё и польский В какой польский Это белорусская Это националисты такие там живут Там красно-белорус Ну, это Беларусь И там, короче Ну, короче, это говно всё Понимаете, говно В каком пятнадцатом веке Украина луча Украины вообще никогда не было Это раз Во-первых, её вообще никогда не существует Во-первых, это вообще Этого народа нет Украина Украине чё Вот это север Донбасс Крым Ещё чё Вот это вот все Украинские земли Подарены Русскими Хручёв, к примеру Подарил Украине Крым Донбасс Ну, вроде бы Ленин Или Сталин Ну, там Русские цари Потом подарили Короче, всё это фигня Короче, кто старался Над этим Во Русские цари Русские цари